Друзья, всем привет! Хочу сегодня с вами прогуляться по вот такой вот интересной рождественской ярмарке. Она находится на Манежной площади. Это действительно сказочное место. Я вот сейчас уже немножечко прошлась. И давайте пойдём. Это вход. Вот так он оформлен. Играет новогодняя музыка рождественская. Людей пришло очень много. На самом деле очень интересная идея оформить вот такие вот ларёчки в едином стиле. И сюда попадаешь действительно как в сказке. Каждый из ларёчков, он представляет какие-то разные кухни мира. Там Германия, Австрия, Литва. И можно попробовать там колбаски немецкие. Как вот скажите, после посещения такого места не может возникнуть новогоднего настроения? Ну вот, например, датская кухня. И вот меню, что они, собственно, предлагают. Ходдоги датские. Всякие тёплые напитки, кофе. Есть удобные такие столики, где люди могут покушать. У меня же есть наушная говядина. И риска. Кировские звенины, соседки. Обычные звенины и охотники из охотников. Жень, ты будешь сосиски вот эти? Вот с капусты же, да, они вас продают, по-моему? Да, из пиабана, да. Здесь, например, вот какая-то капуста по-ленинградски. Что это такое? Я вообще даже не знаю. Давайте подойдём, посмотрим. Ох, и не протиснулся никак. Можно картошку-фринь? Вам тут много картошки-фринь. А бензин алкогольный? Бензин алкогольный на все ярмарки. Один бензин. А два, три? Доль три. Напишите, в вашем городе есть что-то подобное? Вот такая вот ярмарка. Некоторые спрашивали, вот в чём разница между празднованием Нового года на юге и на севере? Мне кажется, вот в таких больших городах гораздо больше таких мест. Сейчас вот, по-моему, в этом году в Краснодарском крае вообще никак не празднуют Новый год. Как всегда, всё это обосновывается в пандемии, никаких фейерверков. Даже Красная улица и та, она не стала пешеходной. То есть люди сами развлекают себя. Вот, например, меню чешской кухни. Что вам могут предложить чешские колбаски, бургеры, сэндвич на гриле, кукуруза, колбаски, брецель. А запахи какие стоят, вы бы знали. Я вообще люблю чаи с облепихой, и вот сейчас здесь пахнет облепиховым чаем. Это просто сказка. Напитки даже дымятся, посмотрите. И этих лавочек очень много. То есть каждый найдёт себе то, что он действительно хочет перекусить. Разные виды кофе, пунша, какао, чаи в ассортименте. А в центре всего у нас шикарная ёлочка, сказочная. Я, кстати, видела, что здесь где-то даже ходит Дед Мороз. Давай сначала, ты прям сейчас ходишь. Я, мать, я, ложу вас. Пойдёмте. 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 Фото зоны, здесь такая даже очередь уже выстроилась, чтобы сфотографироваться, а здесь у нас всякие леденцы, и шоколадки. Все эти лавочки находятся не только на Манежной площади, но и на ближайших улицах. Туда я тоже схожу, посмотрю, но пока хочется обойти все лавочки здесь. Посмотрите, просто сказочные пряники. Называется «Рождественские медовые имбирные пряники ручной работы». В целях противодействия коронавирусной инфекции убедительно. Уважаемые посетители, напоминаю вам, что забираться на фото зоны ТОР, ЕЛЬ, а также бегать по газонам категорически запрещено. «Рождественские медовые имбирные пряники ручки 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 ручки» «По мне здесь нет, вернет, вернет. Здесь у нас восточные сладости. Ого, даже ездит сказочный паровозик, детей возит. Здесь у нас восточные сладости. 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 Новогодние сладости. Здесь у нас восточные 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 сладости. Субтитры сделал DimaTorzok